Виктор Юнак СМЕРШ ИДЁТ ПО СЛЕДУ СПАСТИ СТАЛИНА ГЛАВА ПЕРВА В ночь с 4 на 5 сентября 1944 года с Рижского аэродрома в сторону Смоленска под покровом густой тайны, сдобренной мрачной темнотой беззвёздной ночи, вылетел самолёт секретной миссии. Сначала в самолёт загрузили вещи и мотоцикл с коляской. Вокруг самолёта суетились солдаты. По металлическому настилу они вкатили в салон мотоцикл с коляской, забитый чемоданами, грузили тюки и коробки. Затем в сопровождении начальника особой разведывательно-диверсионной команды Цепелин майора Отто Крауса, начальника 6-го отдела северной команды Цепелина капитана СД Пал Битцина в прошлом матёрого уголовника, который занимался экипировкой диверсанта, обучал его стрельбе, готовил фальшивые документы, и оберштурмфюрера Пауля Делли, он же Ланге, руководителя Гатчинской группы безопасности СД, прибыли в советской военной форме мужчина и женщина. Экипаж самолёта состоял из шести человек. Командира Гельмута Эмилия Фируса, бортмеханика Вилли Брауна Штурмана Фельфебеля Авиации Герхарда Титта, радиста Герхарда Хоберахта, и двух стрелков Эугена Хеттериха и Герхарда Шнайдера. Спустя час полёта небо покрылось плотным слоем тяжёлых мрачных облаков. Удерживая курс строго на восток, летел тяжёлый десантный четырёхмоторный самолёт АРАДО-332, обладающий высокой скоростью и большим потолком полёта. Новейшая модель германского самолётостроения, созданная по специальному заказу Главного управления имперской безопасности РСХ. Вместо обычного шасси, самолёт был оборудован особыми каучуковыми гусеницами с двадцатью колёсами, не убирающегося под фюзеляжного шасси, позволяющими приземляться на неприспособленных площадках, даже на пахотном поле. Кроме того, на самолёте установили новейшее навигационное оборудование, благодаря которому он стал всепогодным, мог летать как днём, так и ночью. Самолёт обладал способностью покрывать значительные расстояния, имел весьма малую посадочную скорость. Оглушители на моторах, деревянные лопасти винтов, пламя-гасители, матовая чёрная защитная окраска всех нижних и боковых поверхностей сделали самолёт малозаметным во время ночных полётов. Специальный трап, а также лебёдки, передвигавшиеся по потолку кабины, обеспечивали быструю погрузку и разгрузку судна. К этому следует добавить, что самолёт имел хорошее вооружение и запас кислорода для высотных полётов. Словом, настоящая гордость Люфтваффе. Хвост самолёта украшен нацистской символикой. За штурвалом один из самых опытных германских лётчиков-ночников в чине подполковника Люфтваффе, Гельмут Эмильфирус, ещё в 1941 году удостойный рыцарского креста с дубовыми листьями из рук самого рейхсмаршала Германа Геринга. Под стать командиру и бортмеханик Вилли Браун не мудрено. Задание государственной важности крайне рискованное. Сесть в глубоком советском тылу, под самой Москвой в районе Ржева, оставить груз и до рассвета вернуться на свою базу. В салоне, напоминавшем своими размерами железнодорожный товарный вагон, всего два человека, закреплённый расчалками мотоцикл с коляской М-72 советского производства, окрашенные в защитные цвета, и несколько длинных металлических опломбированных ящиков с надписью «Вскрыть после приземления». Один из пассажиров, мужчина лет 35, сухощавый и круглолицый, роста выше среднего, одетый в общевойсковую форму майора Красной Армии. На груди его блестят знаки высших боевых отличий, орден Ленина, два красного знамени Александра Невского, красной звезды, а над ними, на красной муаровой ленте, сияет звезда Героя Советского Союза. Согласно документам, он Таврин Пётр Иванович, заместитель начальника отдела контрразведки СМЕРШ 39-й армии 1-го Прибалтийского фронта. Рядом с ним его сослуживица, младший лейтенант административной службы, секретарь отдела СМЕРШ 2-й мотострелковой дивизии, той же армии, Лидия Яковлевна Шилова, среднего роста, пухленькая, коротко постриженная блондинка. Таврин глянул на часы и поправил шлем на голове. «Сколько мы уже летим?» Чувствовалось, что Шилова явно нервничает. «Третий час», – спокойно ответил Таврин. «И сколько еще лететь?» «Не знаю. Должно быть уже скоро». Командир обещал за 20 минут до посадки предупредить нас. «Да не волнуйся ты, Лида!» Таврин обнял женщину за плечи и слегка потормошил ее. «Все будет хорошо». В это время в салон вышел командир экипажа. «Приготовьтесь, майор», – обратился он к Таврину. «Через пять минут машина пойдет на снижение. Проверьте свое снаряжение». «На какой высоте мы летим?» – полюбопытствовала Шилова. «2500 метров рау», – улыбнулся, глянув на Шилову летчик. Он подошел к мотоциклу, убедился в надежности его закрепления, козырнул пассажиром и направился в кабину. Таврин и Шилова стали проверять свою амуницию и парашюты. «Все нормально, Лида?» «Да». Моторы заработали на самых малых оборотах. Машина медленно, но уверенно пошла на снижение. Неожиданно земли дружно ударили крупнокалиберные зенитки с какого-то хорошо замаскированного объекта. Пули, словно горох, и стену забарабанили по корпусу самолета. Задымился один из моторов. Командир экипажа делал все, чтобы удержать машину в равновесии. Но высоту она все-таки стала терять и слишком быстро. «Нужно садиться, командир. Обшивка пробита», занервничал бортмеханик. «Да, придется», кивнул головой подполковник. «И чем скорее, тем лучше». «Но черт побери, откуда здесь русские зенитки? Где мы летим?» «Над станцией Кубенко», командир. Водя рукой по карте, ответил штурман. «Понятно. Разворачиваюсь в сторону Смоленска». Однако лететь им оставалось считанные минуты. Затем раздался скрежет металла. Звон стекла, треск, ломающихся деревьев и тишина. Пилоты оцепенели. Не взорвались бы топливные баки. Мгновения казались часами. Первым пришел в себя командир экипажа. «Скорее, выбирайтесь из машины!» Страх подгонял. Все восьмеры мигом выбрались снаружи, отбежали метров на двадцать и плюхнулись в какую-то яму, с никогда не замерзающей болотной жижей. Лежат, ждут взрыва. Но взрыва нет. Возможно, свою роль сыграл пошедший дождь. Летчики недоуменно переглядывались друг с другом, затем устремляли взгляд на самолет. Все было тихо. Настолько тихо, что даже слышен противный стук дятла по стволу дерева. А где-то вдалеке кукушка отсчитывала то ли годы, то ли дни, то ли часы. «Вилли, проверь!» Наконец командовал подполковник. «Да, командир!» Браун короткими перебежками приблизился к самолету. Выждал еще несколько секунд, поднялся и подошел поближе. Внимательно осмотрел машину, кивнул головой и повернулся к лежавшим на земле офицерам. «Все в порядке, господа!» — закричал он и замахал руками. «Мы вне опасности. Машина серьезно повреждена, но пожара нет. Баки не тронуты». Все встали, начали отрехиваться. В этот момент где-то вдалеке раздалась автоматная очередь. Все снова присели. «Русские!» — после небольшой паузы произнес подполковник. «Срочно уносим отсюда ноги!» «Эй, нет, господин воздушный ас!» Таврин в последний момент успевает схватить летчика за рукав. «Сначала ты мне поможешь вытащить мотоцикл». Летчики в некотором замешательстве несколько мгновений решают, как им быть. Затем командир кивает и бежит к самолету, бросая на ходу. «Вперед! За мной!» Оба стрелка с бортмехаником и сам Таврин быстро выкатили из салона по специальному трапу мотоцикл и сбросили на землю металлические ящики. Затем Таврин подтолкнул к мотоциклу Шилову. При этом они понимающие переглянулись. В коляску летчики быстро загрузили ящики, и через пару минут Таврин на полной скорости, не разбирая дороги, умчался прочь. Летчики тут же помчались в противоположном направлении. Они успели вовремя. Спустя несколько минут на поляне появились красноармейцы. Впрочем, пешим летчикам повезло меньше, нежели беглецам на мотоцикле. Русские вскоре их настигли и окружили.